Выборы президента Российской Федерации все ближе, времени мало, а вопросов очень много. Поэтому, открывая совещание, председатель избирательной комиссии Муса Явлоев отметил, что бюллетени должны быть готовы к 7 марта. Помимо прочего, следует проработать вопросы организации и охраны бюллетеней. С учетом оценки условий для изготовления, условий для охраны, то есть помещения соответствующие и всех остальных составляющих, предлагается осуществить этот заказ именно на типографии, которая называется «Издательский дом Магаз». Центральная избирательная комиссия России уже утвердила образец бюллетеней. Их количество составит 111 425 443 экземпляра, ровно столько в стране потенциальных избирателей. Также для тех россиян, которые находятся за границей, изготовят дополнительное количество бюллетеней. Текст избирательного бюллетеня утвержден ЦИКом России. Бюллетень на выборах президента России будет содержать 8 фамилий кандидатов. Для каждого будет отведено определенное место, независимо от объема информации. Рядом с кандидатурой будет место рождения, место работы и партия, от которой выдвигается кандидат на выборах. На лицевую сторону бюллетеня нанесут фоновую защитную сетку красно-зеленого цвета, а на бюллетене для Каива на обратной стороне. ЦИК утверждает образец бюллетеня, его размеры, содержание. Все эти вопросы определены и доведены до каждых, до субъектовых избирательных комиссий. Ну а в свою очередь региональные избирательные комиссии сами изготавливают бюллетени, причем сами обеспечивают их безопасность. Как избирательные комиссии участковые получат бюллетени, они заверяются двумя подписями членов избирательных комиссий и печатью этой участковой избирательной комиссии. Помимо прочего, на бюллетене будет и специальная марка, отличающая ее от других. На совещании говорили о безопасности и прозрачности предстоящих выборов. Подняли вопрос о доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все 100% у нас на первых этажах. Таких субъектов, по-моему, три или четыре в России, где все 100% участков на первых этажах. Второй этаж, третий этаж, и, соответственно, там лифт, халец, кадр, халец, духомажец. У нас, по-моему, четыре было цикловские информации. Это четыре субъекта, где все 100% участков на первых этажах. Хороший показатель. Все 100% у нас трафареты, все 100% у нас вот эти специальные приспособления будут. И желательно, чтобы все 100% у нас будут с этим крупным шрифтом информационные материалы. Муса Евлоев отметил, что в целом все идет по плану. И проблем с организацией выборов в республике нет. Лина Сычоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.